Так-так-так, есть у нас тут любители сладких газированных напитков? Если да, то не торопитесь выпить всё сразу. Напиток нам ещё пригодится, особенно если это Кока-Кола. Многие ведь слышали большое количество историй о том, что Кока-Кола помогает бороться с ржавчиной и накипью за счёт содержания в ней ортофосфорной кислоты. А ещё считается, что эта кислота способна помогать в борьбе с насекомыми-вредителями. Также в состав Колы входит кофеин, который является для насекомых ядовитым психостимулятором. А Кола без газа якобы полезна для растений и компостной ямы. Давайте для начала разберёмся, зачем же уничтожать муравьёв? Во-первых, они поедают самые вкусные плоды. Во-вторых, они портят воздуха и водопроходимость почвы. А самое главное, они являются разносчиками и защитниками тли, которая, в свою очередь, более безжалостно обходится с растениями. Давайте обсудим то, как Кока-Кола должна работать в теории. За счёт огромного содержания сахара она должна приманивать муравьёв, потому что они сладкоежки, после чего обездвиживать их своим клейким составом. Также муравьи должны убегать или погибать за счёт входящего в состав Колы фосфора. Но не всё так радужно, как описано в теории. По факту муравьи разбегаются лишь в моменте обработки муравейника Кока-Колой и не более того. Может и погибает малая часть муравьёв, но это совсем не тот эффект, которого мы ожидаем. Поэтому, если всё-таки хотите попробовать бороться с муравьями, с помощью этого напитка. Тогда добавляйте ещё некоторые ингредиенты. Например, используйте Кока-Колу с дегтярным мылом или обычным. Смешайте мыло с напитком и обработайте растения. Такой способ более эффективен. Кола приманит муравьёв, а мыло лишит насекомых возможности дышать. Более ядерным средством являются смеси с Кока-Колой и травяного настоя. Опять же, сладость приманит, а настой уничтожит. Для приготовления измельчите крапиву, полынь, лебеду и другие сорняки. Залейте водой и настаивайте в течение нескольких дней. После чего смешайте настой с Кока-Колой и переходите к обработке растений.